Всем привет! Сегодня я хотела бы поделиться огромным счастьем. У нас в семье пополнение. У нас родился маленький мальчик. Мы его назвали Кейлоб. И сегодня я хотела бы рассказать вам о подарках для новорожденных. Всем, кому интересно, оставайтесь со мной. Мы получили в подарок вот такого вот большого плюшевого медведя от Kill Toys. Кто не знает, эти игрушки шьются из очень хороших материалов. И шьются они вручную. Вот такой вот маленький плюшевый зайчик. Он же и гаджет. На него вешается вот здесь вот сосочка. И здесь сверху есть две таких ленточки. Их можно привязывать к коляске, либо же к кроватке ребеночка. Очень удобно, мне кажется. Потому что это как два в одном игрушка. А также ваша соска всегда будет на месте и нигде не потеряется. Очень хорошим подарком также может стать хороший, мягкий, тепленький плед. Вот. Не знаю тоже кто это. Такое животное интересное. Да. Всегда пригодится в хозяйстве. И ребеночку очень будет тепло и мягко. Еще мы получили в подарок вот такие вот наклейки на стену в детскую комнату. Очень, по-моему, оригинальный подарок. Очень интересные всякие лошадки и всякие такие смешные детские побрякушки. Будем клеить, будем смотреть, как у нас смотрится на стенах. Сниму обязательно потом видео, где покажу комнату моего малыша. У нас в Ирландии очень популярны вот такие вот мешки ниже одеяла. То есть вы ложите туда ребеночка вот сюда, застегиваете на две кнопочки. И сбоку идет такая вот молния. Для самого, по-моему, вот. Очень удобные они. Очень нравится спать в нем нашему малышу. У нас такой поменьше. Этот такой на вырос мы получили. Половину подарков, что мы получили, мы уже пооткрывали и используем. Маленький совет. Маленький совет. Если вы хотите подарить одежку в семью, где родился ребеночек, я бы посоветовала покупать вещи от трех до шести месяцев, поскольку наш малыш родился большой. И уже в один месяц он вырос со всей одежки, которая шла до трех месяцев. То есть большую часть одежды мы так и не успели надеть. Но это ничего страшного. В этом наборчике идет вот такая вот шапочка. Очень он мне нравится. Слюнявчик. Один такой бодик без ножек. И второй с ножками. Я не знаю, как они называются по-русски точно. Поэтому извиняюсь. И с другой стороны идет вот футболочка и штанишки. Очень такой интересный набор. Мы их получили очень большое количество. Половину из них уже переносили. И будем избавляться от них, поскольку мы с них выросли. Еще мне безумно нравится вот этот вот свитерок. Он очень, по-моему, милый. С таким оленем. Очень рождественский. И вот здесь, если нажать на носик. Сейчас, секундочку. Загораются огоньки. По-моему, очень мило. Тоже является очень хорошим подарком. Мне кажется, можно его приобрести в Теско. Он идет с Теско, мне кажется. Еще нам подарили вот такой вот тоже рождественский котик. Очень, по-моему, милый. Будем одевать и фоткаться у елки перед Рождеством. Безумно мне нравится вот эта именная рамка. Мы ее получили тоже в подарок от наших друзей. Дополнена она в таких голубых тонах. Поскольку у нас родился мальчик. Его можно вешать на стену. Также можно поставить на камин. Очень, по-моему, оригинальный подарок. И мне кажется, понравится как родителям, так и ребенку, когда он подрастет. На веки память. Также нам подарили вот такой вот зимний комбини-сончик. Скажу сразу, что зима у нас в Ирландии вообще не суровая. Но надеемся, что, может, пару дней у нас выпадет снег. И мы его наденем. Безумно нравится вот эта футболочка. Я ее подарил нам друг моего мужа. Она сзади идет с таким вот плащом. Его можно отстегивать. Он идет на липучках. По-моему, очень мило. Мы уже не можем дождаться лета, чтобы ее надеть. Ее можно приобрести в магазинах Next. Еще у нас популярны вот такие вот маленькие. Они вместо пеленочек туда пеленают ребенка. Но нам, к сожалению, они уже слишком малы. У нас есть еще один. Мы им пользовались в первые дни, когда принесли малыша домой. Очень удобно. Малыш не усовывает ручки, не мерзнет. Классно. Как говорится, много одежды никогда не бывает. Можно еще подарить фотоальбом, погремушки, бодики. Никогда не станут лишними. Мне безумно нравится, что на этих кофточках сверху вот есть такие вот две штучки, две кнопочки. Легко одеваются на головку малыша. Наборчики одежды. Штанишки. Обратно наборчики одежды. Вот такие в МНС продаются. Очень классные. Нам очень нравятся бодики с технологией, что стирка после стирки, они остаются мягкими. Надеюсь, это видео стало вам полезным. И увидимся в следующем видео. Ставьте пальчики вверх, кому понравилось, и подписывайтесь. До скорой встречи. Пока.